Согласно статистическим данным агентства автодилер СПБ, по итогам первых пяти месяцев нынешнего года петербуржские автозаводы Hyundai, Nissan и Toyota произвели 110 900 легковых автомобилей, что на 30% меньше, чем за январь-май 2019-го. В прошлом месяце было выпущено 16 400 автомобилей. Это на 44% меньше, чем за аналогичный период 2019-го года. Аналитики отмечают, что это самый низкий показатель по итогам одного месяца, начиная с июля 2016-го года, когда петербуржские автозаводы произвели столько же машин. Это без учета апреля этого года, когда заводы были закрыты, за исключением одной рабочей недели Hyundai. В мае заводы Toyota и Hyundai возобновили работу с 12-го числа, а Nissan с 18-го по 29-е мая, после чего опять приостановили свой конвейер до 30-го июня. Как отметил ведущий эксперт-автодилер СПБ Евгений Яськов, предприятия вынуждены реагировать на обвал спроса, вызванные ограничениями работы автосалонов в апреле и мае, а также падением курса рубля. Отмечается, что 7 моделей, выпускаемых на автозаводах в Петербурге, вошли в топ-20 самых популярных машин на российском рынке по итогам января-мая текущего года. К ним относятся Kia Rio, Hyundai Creta, Hyundai Solaris, Toyota RAV4, Nissan X-Trail, Toyota Camry и Nissan Qashqai. За 5 месяцев нынешнего года общий объем продаж автомобилей, выпущенных на заводах в Петербурге, в России сократился на 22%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Несмотря на значительное падение спроса, две модели, Toyota RAV4 и Nissan Murano, смогли показать рост продаж за 5 месяцев. На сегодняшний день автозаводы Санкт-Петербурга производят 9 моделей автомобилей, среди которых Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Nissan Murano, Toyota Camry, Toyota RAV4, Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line. Вы смотрели видео-версию сайта Тарантас Ньюс. До скорого!